Ну что ж, после того, как стало понятно, что YouTube совершенно не хочет видеть на своих страницах настоящую правду о зверствах российской армии, например, в Сирии, если кто не в курсе, вчера мне удалось загрузить ролик о русских садистах из группы ЧВК Вагнера, как они издеваются над сирийским местным жителем. В общем, ролик продержался ровно час и был удален без всяких предупреждений, что, собственно говоря, большая редкость для YouTube, обычно они что-то высылают, требуют каких-то дополнительных действий, а на этот раз просто удален. В общем, под кого прогнулся YouTube, мы уже все давным-давно поняли, лично для меня это не было новостью, просто я хотел посмотреть, как долго сможет продержаться ролик с информацией уже годовалой давности. Ссылка, кстати, на удаленный ролик на Facebook под роликом, там на Facebook, ролик чувствует себя прекрасно. Ну а пока, к мнению Андрея Пионтковского, наконец-то и он решил созвучить то, что Трампу осталось не так много времени, то, что, собственно говоря, мы все подозревали с самого начала. Сдался его личный адвокат Коэн Полу Манафорту, как вы знаете, светит 80 лет за его махинации, если кто не в курсе. Пол Манафорт – это глава предвыборного комитета Дональда Трампа. Кроме того, он второй раз предстанет перед судом, где его обвинят в государственной измене, так как множество иностранных счетов он так и не смог объяснить. Другими словами, это выглядит так, что перед предвыборной кампанией непосредственно комитет, отвечающий за выборы президента Трампа, получил большое количество денег непонятного происхождения. Ну а адвокат Коэн выплатил большие суммы двум проституткам, с которыми, как он говорит, мой клиент был связан, чтобы они молчали, так как в конце 2016 года они хотели рассказать некую информацию, но вот деньгами им удалось их рты закрыть. Я все время думаю, неужели та дурацкая история про золотой дождь с мистером Трампом, неужели на самом деле она имела под собой какую-то почву? Это было бы очень смешно, если бы Трамп начал сотрудничать с Москвой именно из-за этого, если даже и был в его жизни этот эпизод, но совершенно незначительного эпизода. Ну вот, видимо, такой сентиментальный у нас президент Соединенных Штатов, очень сильно любящий деньги, как вы знаете, много раз банкротившийся, но в последний момент вдруг выплыл, так сказать, ну, как вы знаете, субстанция, которая не тонет, правда, при помощи непонятных денег. Дни Трампа практически сочтены, ну а сейчас послушаем, что думает Андрей Пятковский по этому поводу. Вчерашний день противники и сторонники Трампа единодушно называют совершенно разрушительным для американского президента. С Манафортом все понятно, он останется в тюрьме до конца жизни, хотя в Украине последствия расследования его деятельности могут быть гораздо более интересными. Но сегодня и вчера Америка обсуждает другое признание адвоката Трампа Майкла Коэна, который сенсационно под присягой сознался в преступлении. Вот это на самом деле интересно. Коэн платил немалые суммы двум проституткам за их молчание об отношении с Трампом. И это был бы вопрос морального облика, но, к сожалению, президент делал это из финансовых средств избирательной кампании. А это считается в США тяжелым преступлением. Коэн сознался и теперь несколько лет отсидит в тюрьме. Моя собственная ссылка здесь, так как он добровольно сдался и пошел на сотрудничество со следствием, ему грозит 4 года тюрьмы. Но в своем официальном признании он четко подчеркнул, что совершал преступления в сотрудничестве, координации и по прямому указанию Дональда Трампа. И не будь последний сегодня президентом, уголовное расследование уже было бы открыто. Но согласно американскому процессуальному закону, действующий президент США не может привлекаться к ответственности. Однако, может быть, подвергнут импичменту, а уже затем предстать перед судом. Что и произойдет после промежуточных выборов 6 ноября, где демократы, скорее всего, получат большинство голосов в обеих палатах Конгресса. Кроме того, Коэн говорит, что на слушаниях Конгресса готов доказать, что Трамп знал о знаменитой встрече в Трамп Тауэ в июне 2016 года, когда его зять-сын и Монафорт общались с путинской агентессой на предмет получения компрометирующих материалов против Хиллари Клинтон. Ранее президент это категорически отрицал. Могу определенно сказать, Трамп не продержится в Белом доме до конца срока. Теперь это вопрос нескольких месяцев. Вчерашний день стал поворотным во всей этой истории. Для Трампа это была точка невозврата. Андрей Пианковский